Друзья, всем привет! Франч ТВ на связи, Роман Кириллович, меня все еще зовут. Начинаем новый сезон, причем в этом сезоне у нас будет не только интервью, у нас будет влог. Мы будем экспериментировать с другими форматами, даже с подкастами у нас будет коллаборация такая, об этом немножко позже. Но сегодня я вам покажу, в общем-то, традиционный выпуск Франч ТВ, который мы делали в последний раз. Это бизнес наших клиентов. Мы сегодня приехали в компанию «Розетка». «Розетка» наш клиент, мы им помогаем запускать франшизу. И мы сегодня покажем, как, собственно, это все работает. Очень скоро сюда подъедет Владислав Чечеткин, вы его должны помнить, сооснователь «Розетки», у нас было большое интервью на канале. И мы с ним поговорим о том, как, собственно, будет работать партнерская сеть, на чем вы, если вы захотите стать частью сети «Розетка», сможете зарабатывать в оффлайн-точках. То есть «Розетка» массово идет в розницу. Об этом сегодня поговорим. Ну и не могу не воспользоваться случаем, сказать, что случайности не случайные. Мы собрались, вот пока готовились к съемке, подъехал сначала автомобиль новой почты, который тоже является клиентом Франчи. Мы помогали с франшизой в 2014 году. И, кстати, за это время, за эти 6 лет сеть выросла с примерно 500 точек до 6000 точек. Они покрыли всю территорию Украины. И вот подъехал наш новый клиент «Гетман Кар». Это каршеринговая франшиза, каршеринговый бизнес. Ну что, друзья, давайте заходить внутрь и посмотрим, как работает бизнес «Розетки» в оффлайне. Идем. Вообще, если честно, 2020 год, конечно, сумасшедший. Мы запомним его надолго. Но для нас, например, для Франчи это стало таким годом точкой невозврата, потому что мы, ну, не хочется хвастаться, но мы выросли. То есть у нас и команда увеличилась, и к нам пришли вот большие проекты. Я надсниму маску, потому что, не знаю, все еще непривычно быть на YouTube в маске и смотреть на таких людей. К нам приходит уже «Розетка», к нам приходят другие бренды, о которых мы пока даже не можем говорить. Но действительно крутые проекты, о которых можно будет рассказать там уже, не знаю, осенью или зимой только. Мы, когда начинали проект, мы изучили все, что происходит в e-commerce оффлайне. Это очень странно звучит, но, в общем, когда e-commerce проекты выходят в оффлайн, например, Amazon, например, Alibaba в Китае. Мы посмотрели все кейсы, все бизнес-модели, которые существуют, и увидели, что в основном открываются точки выдачи. То есть франшиза «Розетки» будет заключаться в том, что вы будете владельцем точки по выдаче товаров. Вот кто-то закажет стаканчики себе на праздник, там, например, чайничек какой-то или что-то еще. Это приезжает к вам, и ваша задача просто выдать это. Возможно, возможно, в дальнейшем это будет также локальная доставка, но пока нет. Пока задача ваша – обслужить клиента, который хочет удобно возле дома забрать свою посылку, когда ему удобно. Не ждать курьера, а, собственно, прийти вечером после работы и забрать свою посылку. Слав, мы полтора года назад записывали с тобой интервью, обсуждали вот модель для франчайзинга, и тогда была модель магазина. И ты сомневался, какая она будет эффективная, неэффективная для партнеров. В итоге пришли к модели точки выдачи. Почему модель поменялась по ходу? То есть какой вот этот был путь трансформации твоих мыслей, ваших мыслей, команды? Слушай, ну… К точке выдачи, как к франшизе. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что надо сказать, что в этом пути участвовал и франч, мягко говоря, не в последнюю очередь. И в результате ваших вопросов, в результате попыток найти, где же мы можем дать заработать нашим партнерам, нашим франчайзи, мы пришли к точке выдачи. Дело в том, что магазин – это достаточно большое вложение. Вложение в товар, вложение в аренду, вложение или в собственное помещение, в ремонт. Точка выдачи гораздо менее требовательна для старта. Поэтому, как, в общем-то, большинстве наших проектов, да, это все-таки эксперимент. Мы его начинаем. Мы решили, что нам проще и быстрее начать эксперимент с точкой выдачи. Мы начинаем его как… То есть это такой MVP, в общем-то, вашего бизнеса для партнеров. В принципе, да. Мечтаю, чтобы когда-нибудь на, не знаю, сотне экранов показывался какой-нибудь из наших выпусков, например, этот. Кстати, интересный кейс из мира e-commerce. В Индии Amazon развивает по франшизе, по партнерской программе точки выдачи. Но они достаточно выглядят необычно, потому что это просто какой-то местный лавочник, продавец специй, игрушек, туристических товаров, еще чего-то. К нему Amazon доставляет на точку посылки, и он на своем велосипеде, ну, знаете, как в Индии, да, там, ребята на великах, на скутерах своих, на этих. На рикшах, да, на рикшах они развозят эти посылочки в радиусе двух километров. То есть это такая локальная доставка, когда твой курьер, ты просто знаешь его, потому что это твой раджа, да, который живет в соседнем доме, работает в соседнем магазине, является, по сути, представителем, партнером Amazon. Вы очень сейчас много открываетесь, у нас встреча была рабочая с твоей командой вчера, 17 магазинов в сентябре. Да. Такой темп очень высокий. А для франшизы вы хотите пока открывать первые 10 тестовых, да, то есть попробовать, посмотреть, докрутить? Да, конечно, ну, конечно, мы как бы не хотим влома с головой, поэтому мы хотим попробовать, что из этого получится, и хотим посмотреть на результаты, хотим докрутить, как ты говоришь. Мы переживаем по поводу того, что будут думать по этому поводу наших клиентов, что мы переживаем, что будут думать по поводу этого, наши франшизы будут ли они зарабатывать деньги, и какие будут проблемы с этим связью. Ты имеешь в виду, что они могут почувствовать, что это немножко не розетка, да? Могут, могут. Что больше всего тебя может смущать? Клиентский сервис? Да, однозначно. Не только клиентский сервис, но, конечно, прежде всего клиентский сервис. Мы хотим, чтобы точка выдачи оказывал полноценный сервис, то есть и возврат товаров, и примерку, и так далее. Конечно же, мы хотим найти компромисс между заработком для партнера и заработком для розетки. И, конечно же, мы хотим, чтобы франшиза розетки – это был горячий пирожок для партнеров, для того, чтобы партнеры стремились, для того, чтобы партнеры старались. Открывали несколько точек. Открывали несколько точек для того, чтобы партнеры улучшали качество служения клиентам. Мы хотим найти баланс между нашими интересами, интересами партнеров и интересами клиентов. И это непросто. Как ты знаешь, это непросто. Да, у вас тут 3 очень-очень таких требовательных участника. Вы, потому что требование качества, партнер хочет денег и, конечно же, поддержки. Клиент хочет просто, чтобы он кайфовал от любого способа получения посылки. Сейчас идет речь о том, что точки только выдают, они не делают доставку локальную. В перспективе, как ты думаешь, это может измениться? Да, конечно, это может измениться. В принципе, в большинстве стран мира работает локальная доставка. В большинстве стран мира все-таки точки выдают меньше, чем доставляются. Чем они сами довозят до двери. Если сравнить, например, продажи, скажем, Амазона, выдачи и доставки, доставок сильно больше. Выдачи этой почтоматы, выдачи этой центры отслуживания клиентов Амазон, такие себе фулфилмент-центры, выдачи этой выдачи в Whole Foods доставляет Амазон все равно сильно больше. Не только Амазон, но и все остальные точно так же. Поэтому у нас есть локальные перекосы, у нас есть очень мощные партнеры. Это Новая Почта, да. Новая Почта смогла построить тысячи и тысячи, я там запутался уже, сколько их там, 7 тысяч. Больше 6 последних данных, может, и больше 7 уже. Да, 7 тысяч точек выдачи по Украине. По франшизе, кстати. И многие из них по франшизе, не все. Да, не все, конечно. Многие из них по франшизе, да. И у Новой Почты доставка локальная отстает от точек выдачи. Вы теперь уже становитесь конкурентами? Как ты к этому относишься? Нет, мы не стоим с конкурентами, мы не оказываем услуги для третьих лиц. То есть все-таки мы оказываем услуги для... Только клиента розетки? Для клиента розетки, да. Ну, смотрите, если сравнивать объемы доставок Новой Почты и объемы доставок розетки, то это сравнено. А можешь примерно сказать, сколько, как это? Ну, в десятки раз в Новой Почте больше. В десятки раз. Поэтому тяжело конкурировать с конкурентом, который в десятки раз больше тебя. Это первое. Второе, все-таки, честно повторяю, мы не конкуренты. То есть Новой Почта наш самый большой партнер по доставке и самый лучший партнер по доставке. Поэтому нет, мы не конкуренты. То есть вы пока в перспективе не пересекаются ваши интересы? Нет, нет. Для розетки это просто еще один способ продажи. Мы хотим продавать больше, мы хотим, чтобы клиенты больше нас любили, мы хотим добавлять дополнительный сервис. И тот сервис, который мы хотим давать клиентам в точках выдачи, он не свойственен, скажем так, службе доставки. То есть, скорее всего, Новой Почта такой сервис нам и не предоставит для наших клиентов. Вы не сможете в точках выдачи розеток, открытой по франшизе, выдавать вот такие скутеры или холодильники, или вот такие вот телевизоры. То есть там ограничен объем, ограничен вес. Но это будут самые распространенные товары, электроника, бытовая, всякая история, химия, одежда. В общем, очень много. Там есть примерочные, кстати, там могут клиенты ваши зайти примерочную, померить обувь. И если им что-то не подойдет, вы можете это все вернуть обратно в розетку. 33 косаря всего. Что-то подобное уже хрустного. Но вы знаете, за карантин все-таки немножечко, немножечко хрустнули мои весы дома. А ты как-то видишь людей, которые ты хотел бы видеть с партнерами? То есть, грубо говоря, портрет франшизи идеального для тебя. Они должны быть прям там предприниматели, или это просто вот работа для них будет? Вот как наемная работа, только типа на себя. Роман, я хочу, чтобы это было интересно для людей. Я хочу, чтобы это было интересно для предпринимателя. Потому что в любом случае человек, который будет нашим партнером, он будет в какой-то степени предпринимателем. Это будет, то есть все равно нужно принять решение. Нужно инвестировать в эту точку. Нужно вдохновиться с розеткой. Нужно после этого любить этих клиентов. И делать все для того, чтобы они остались довольны и пришли еще раз. Поэтому мне тяжело сформулировать, это будет бизнес или это будет работа. Но, по моему мнению, знаешь, это такой примерно зубоврачебный кабинет частный. Это бизнес или это работа? Это где-то на стыке. То есть это, собственно говоря, конкретно то, что задумывалось, когда говорили про индивидуального предпринимателя. То, что говорит, что называется в Украине, то, что у нас называется ФОП. Вот это примерно та история, как я вижу себе нашего партнера. Человек, у которого стык бизнес и самозанятость. Вот он где-то на стыке. То есть это может быть еще и семейный бизнес? По моему мнению, это альтернатива собственной кафешке или собственному ларьку. Да. Или вот чему-то такому. То есть вот мое мнение, что... И современные, типа классные e-commerce проекты. Это ты не продаешь беляши. И причастность, да, и причастность к чему-то хорошему, потому что мы считаем, что мы оказываем высококачественный сервис. Мы считаем, что мы двигаем вперед страну. Мы считаем, что мы двигаем вперед потребительский опыт. Я рассчитываю, что для наших форчезей это будет очень хорошая школа. Ну, может быть, все еще громкие слова. Сильно хорошая школа. Бизнес-школа такая. Бизнес-школа, да. Бизнес-школа. Слушай, у нас на сайте, лендинг, кстати, ты видел лендинг, который мы сделали? Нет, не видел. Нет? Вот такой. У нас здесь есть тест. Хочешь пройти? Смог бы ты стать партнером розетки? Давай пробуем. Давай пробуем. А какие инвестиции необходимы? Там надо смотреть лендинг, но нет, у нас не 330, у нас больше 500. Видишь? Смотри, значит, вопрос. За что отвечает партнер розетка? Здесь можно выбрать несколько вариантов. Именно в чем его функция? Выдача, сберегание, высокий ремень клиентского сервиса. Идеально. Хоть что-то хорошего. Ну да, давай дальше. Давайте, кейс читаю. Ваша точка по стандарту открывается в 10.00. Первый клиент пришел в 9.45 и ждет возле двери. Как вы будете действовать в этой ситуации? Вариант один. По возможности откроют раньше. То есть это правильно. То есть если есть возможность открыть точку, надо открывать ее. То есть это опять же по клиенту. Клиент заказал габаритный товар или тяжелый, и он как бы не знает, что ему делать, растерян, что вы можете ему предложить. Так, помогу ему вызвать такси, открою дверь. Супер, идеально. И тут был, кстати, подвох насчет продать ему пакет. А пакет надо давать бесплатно. Так, и последний вопрос. Клиент на кассе утверждает, что ему неправильно дали сдачу. Требует вернуть деньги. Ваши действия. Значит, возвращаем деньги без... Нельзя возвращать деньги просто так. Надо сделать X отчет. Видишь, это история... Ну, 3 из 5. Это история, которая связана с нашим отношением к клиентам. То есть мы, в принципе, превышаем ожидания и превышаем требования законов, назовем так. Правильнее скажем. И часто у вас возникают вопросы. То есть, например, по поводу возврата товара и так далее. Когда мы готовы принимать этот товар назад, просто потому что мы хотим сделать хорошо клиенту, для нас налоговая за это жучит, потому что, типа, она считает, что мы не должны делать хорошо клиенту. Ну, это интересная тема. Вот тут тоже самая история. Смотри, получается, франшизи на месте будут вот эти вот... Человек, который принимает вот эти вот решения, которые могут повредить его доходу. Не повредить, а уменьшить его доход. Но при этом вызвать любовь к клиенту. Это будет большая работа для розетки, для того, чтобы обучить... Заставлять предпринимателей, теряй деньги. Научить их тому, чтобы они потерять деньги. Как вы это объясняете сейчас команде? Ну, команде проще объяснять, потому что, в принципе, они теряют деньги, назовем так, да. В основном. Поэтому им взять проще. Но, в принципе, история такая. У нас произошел какой-то момент перелом, когда мы... Ну, то есть мы росли, 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 росли. И потом до нас начали догонять проблемы, типа того, что там сварил какой-нибудь там борщ в кастрюлю, а кастрюлю... И потом решил кастрюлю вернуть, или там, не знаю. Мне рассказывали кейс, когда мультиварку приносили с остатками еды какой-то. Да, да, да. Типа, она не работает, а там видно, что ты готовил. Или я не хочу ее вернить, я там, типа, невкусную кашу готовят. Да, но мы все равно... Помой хотя бы. Мы все равно пришли к тому, что... Ну, то есть понятно, что есть какие-то вещи, которые там, скажем, как модно сейчас говорить, красной линией. Но мы пришли к тому, что все-таки мы должны этих клиентов удовлетворять, если это стоит. Если это какие-то, не какие-то вещи, не, как бы так сказать, не злонамеренные, да. То есть это не попытка там, условно говоря, взяли машину, купили, разбили ее и сказали, не подходит, заберите ее обратно. А какие-то вещи, связанные все-таки с каким-то невыполнением ожиданий клиента или еще чего-то, мы становимся на сторону клиента. И это себя оправдывает, потому что скандалы, потому что плохие отзывы в интернете, потому что клиента, которого мы после этого потеряли и так далее и тому подобное, все равно стоит очень много, тоже стоит очень много денег. То есть он скажет 10. Да, в результате получается, что взвешивая, мы принимаем все-таки сторону клиента. Это абсолютно... Это абсолютно... Да, это абсолютно прагматичное решение. То есть он не связан с какими-то там космическими какими-то идеями, там. Это не про мир во всем мире, это просто прагматичное решение о том, что... Про бизнес. Да, про бизнес, что этот клиент стоит дорого, если он твой клиент, и если ты его теряешь, то ты теряешь деньги. Так, собственно, кстати, клиент розеток стоит. Первый? Первая покупка или в принципе? Что ты спрашиваешь меня? Да, наверное, вот первый, который... Он же может потом ничего не покупать всю жизнь. Первая покупка – это около 1000 гривен. 1000 гривен. Не покупайте на розетке дешевле 1000 гривен. Хотя бы верните ребятам свою себестоимость. Мы, когда обсуждали в целом форматы возможные, мы вам предлагали, давайте делать там в кофейне розетка, давайте делать там секс-шопы розетка. Ну, я утрирую. Твое отношение к тому, что бизнес розетка, вот, может он стать в какой-то момент, вот, вот, уже же есть розетка кафе? Стенциально может. Что для этого нужно? Тоже сделать эксперимент? Да. Ну, вот, мы делаем эксперимент здесь, мы делаем эксперимент на Крещатике, чуть позже будет понятно, насколько этот эксперимент удачный. Соответственно, возможно, это будет и по франшизе? Возможно, это будет и по франшизе, просто, когда мы выходим, с франшизы немножко проще, да, потому что приходят франшизи уже с какими-то предложениями, с какими-то своими помещениями. Помещениями. Когда мы сейчас себе ищем помещения, то есть, как только мы говорим, что мы хотим туда еще и кафе, это усложняет наш выбор и уменьшает количество вариантов, потенциально, которые мы можем получить. Поэтому мы пока на кафе не готовы, скажем, ну, в своих точках выдачи. В магазинах кафе будет, все, что будет в магазине, везде будет кафе. Кстати, мы пока ждали вкусный кофе. Спасибо. Пойдемте, пойдемте же выпьем кофе. Да, пойдемте выпей кофе. Можно мне американу? Американа у нас полотно. Нет, нет, просто черная американа, без ничего. Есть у вас какой-нибудь, там, вот, нестандартный кофе? Возьмите эспрессо-тоник, очень интересно. С чем? Эспрессо-тоник. Тоник? Да. С джин-тоником? Без джина. Хорошо, с тоником, но без джина. Давайте, давайте, да. На точке часто узнают, ну, бывает такое, что он подходит, что-то, ну, здесь вот этот элемент. Люди смотрят. А, просто смотрим пока. То есть за автографами не подходит? Нет. Харькова меня ночью поймал чувак. Я так немножко напрягся, потому что... Пьяный? Нет, я... Я на щетке говорю, да, привет. Я покупаю у тебя. Кстати, мы заметили, знаешь, интересный факт. После того, как мы вошли в контракт с розеткой, мы стали больше заказывать на розетке. В принципе, мы вам все вернули, если что. Мы работаем по бартеру. Это вот идеальная бизнес-модель. Ты не смотришь кулинарные каналы? Я вообще мало, что смотрю, я никогда дремя не. Большая проблема. Переедание, с удовольствием от еды. Вроде поел, удовольствия не получил. Прошло 15 минут. Надо, что вкусненькое. Ну, и добавил еще чего-нибудь. Или во время еды чего-нибудь переел, там, и так далее. Все, большая проблема. А ты сейчас, ну, у тебя диета или это связано? Ну, я там, в принципе, на диете, но я еще и думаю, знаешь, об этом. А ты, блин, в два раза уменьшился за полтора года. Ну, вот мы снимали с тобой в 18-м, в декабре 18-го. Можно сравнить сейчас кадры, они будут. Ну, в декабре 18-го я качался. Качался? Ну, качался громко, когда находил в зал регулярно. Сейчас в зал не хожу, поэтому я, видишь, уменьшился сверху. А, ты усох просто. Да, а во-вторых, я не перестал жать во время карантина. И ничего себе. Какой-то антитренд. Я во время карантина начал жрать. Хм. Потому что времени не было или просто решил? Нет, потому что ты просто находишься дома, и ты можешь контролировать, что ты делаешь. Серьезно? То есть ты дома чувствуешь больше контроль над этим, да? Ну, потому что ты едешь в ресторан, ты с кем-то встречаешься, начинается там такое-сякое, такое-этакое. Какие-нибудь там презентации, перепрезентации, рабочие встречи, там, дни рождения и так далее. Время карантина, сюжета не было. Ну, и не этого особо. Ну, и это все как бы... В подпольных ресторанах кушал? Нет. Первый раз в ресторан я вышел, я бы попал в Турцию, в Турцию был в отпуске, а тогда первый раз попал в ресторан. Это вот недавно. В середине августа, да. Тогда я первый раз пошел в ресторан, начиная с первых чисел и апреля, марта. Ты говорил как-то, по-моему, тоже на страцессе, что розница помогает твоему бизнесу. Как? Розница – это точка контакта. Розница – это доверие. Так, как бы это ни звучало, но люди, получая физические контакты или понимая, что они физически могут прийти сюда, вернуться сюда, вернуть товар, прийти за консультацией и так далее, это все дополнительные плюсы для наших клиентов. Ну, то есть ты это прям почувствовал, что это не просто какой-то экспериментик, а вот прям это сильно помогает? Этот экспериментик длится 15 лет. С первого дня у нас была, ну, с первого дня это слишком громко сказано, но с первых месяцев у нас была точка физического контакта. Эта точка физического контакта была, и она встречала от большинства наших конкурентов. Ты между в офисе на Подоле, да? Да, в офисе на Подоле, потом в подвале, уже был, по сути дела, магазин нет, но точка выдачи. А затем появился магазин, магазин появился в 2008 году. Первый магазин появился в 2008 году. вот и это все помогало просто теперь мы приняли решение что искать в конце концов у приняли решение что мы идем в сторону скажем как физического присутствия и мы развиваем это есть присутствие в том числе по этому поводу мы говорим про франчайзу сколько ты видишь есть какие-то цифры в голове сколько может быть потенциально вот смотри новых почт в том числе благодаря франчайзингу там 6 или 7000 все уже сбились со счета розеток может быть 6 нет нет скорее всего не может быть скорее всего розетки может быть там наверно шесть еще по сути как отделение новой почты ты можешь в любом селе имея интернет заказывать на розетки забирать не на новой почте а было ну наверное да и ходя из этого но во первых таких точек у новой почты в реальности смотри как ты меня пытаешься как бы сейчас задачу конкретный вопрос я тебе отвечаю в общем так как как я сейчас думаю да я сейчас думаю что там около 1000 это наш наше ощущение сколько этих точек должно быть но они же она же связано с размерами бизнеса которые есть на сейчас с тем размером бизнеса которые вы себе представить через два-три года если быть честным и вернуться назад например 10 лет то конечно же если ты мне спросил бы 10 лет назад я сказал бы что розеток может быть 5 или 6 магазина умеется возможно пройдет еще пять лет и нас тоже будет там 6000 или сербе расширяется всегда снова может такая же история была мы делали с ними проект по франшизе помогали им в четырнадцатом году и тогда у них было то ли 500 или 700 отделений и никаких тысячах речи пока не шло мы хотели открыть еще там 100 200 300 400 и так далее его только последние годы благодаря там активному развитию в том числе франшизы они начали выходить малые города то есть аппетит говорится приходит во время еды и есть оценка у розетки да по мнению журналистов третье место по стоимость бренда в украине очень близко со вторым местом с новой почты порядка 300 миллионов 700 чем-то машинская как-то еще к этим цифрам относишься вот ко всем этим форбсом но это не форбс это полно новое время дело ну приятно будем честны и приятно это такая наша пузомерка которая ну я не знаю не не логику подсчета в этих цифр первое и второе что мы с этим делать но конечно же можно розетку продать за 300 миллионов сейчас ну я надеюсь что можно продать сильно больше но в реальности можно ли нельзя может ответить только только продаж данный момент времени разговоров по продажу не ведется поэтому как бы такая оценка это все исключительно мои хотелки исключительно в маяки то там домыслы фонда рынок цена может видеть на поскольку стоит твой бизнес но даже фонда рынок как вы знаете тоже это тоже такая игра до сколько стоит тесла пристроить стоит ли на эти миль там сегодня столько сотни миллиардов долларов до или она или на их не стоит потому что там если посмотреть например на бизнес то будет того же нам то слово это за последних 6 месяцев вырос 4 или 5 раз цене то есть выросли он перед этим что он сделал чтобы вырос пять раз цене но ничего не сделал спасибо тебе за твое время спасибо тебе удачи спасибо большое все хорошего вам тоже удачи пока все основные лучшие но